Сегодняшняя тема называется «Тайны духовной молитвы». Вроде бы, что такое духовная молитва, что такое бездуховная? Это сложные вопросы. И сегодня мы размещали, когда была беседа с Тефаней, действительно, в Гараде написано, что мы называемся дитини Божьими. Ну, как сложно и не стать. Итак, если вы знаете, мы спасались только по названию. Как сложно стать дитием Божьим на уровне инстинкта. Даже не на уровне веры и разума, а на уровне инстинкта стать дитием Божьим. Чтобы вы поняли, о чем я говорю, я хочу вспомнить рассказ одного нашего брата, который является, ну, слушителем, одним из руководителей на серке. по поводу того дитя Божьего на уровне инстинкта. И давайте каждый проверим, являемся, мы говорим, как они дитя не Божьим. Он говорит, один раз я ехал на машине, я заехал на бензоколонку, и заехала крутая такая джип, иномарка. Где-то там кто-то, кому-то что-то переехал дорогу. Из иномарки вышел человек такой и выдал мне все по полной программе. И этот брат даже говорит, я показал ему язык. Друзья мои, что такое называться дитием Божьим? И быть дитием Божьим в любой ситуации, это далеко не одно и то же. Я думаю, каждый из вас хребанул, что это такое? Поэтому прежде, сначала Христос нас называет, что мы дитием Божьим, но потом Он прилагает все силы Святого Духа и все, чтобы мы ими стали. В любой ситуации. Для Христа не было ситуации, когда бы Он переставал дитем Божьим. И может быть легко быть дитем Божьим здесь, когда играет хорошая музыка, когда тебе все улыбаются, когда все хорошо. Но как сложно быть дитем Божьим, когда уходишь туда, даже в свое собственное решение. Как это все становится по-другому. И вот молитва – это одно из средств, чтобы дитем Божьим стать на уровне клеточки. Но я вам скажу, не каждая молитва приведет нас к этому. И сегодня мы будем говорить о том, о чем часто христиане спорят. Что такое молитва Духом, что такое умом, что такое молитва Духом и умом. Потому что, по сути, только молитва Духом и умом она меняет. И иногда смотришь, как часто в церкви люди молятся просто умом. Огромные церкви с большими послужными списками, с большим количеством лет, с историей. И когда просишь, помолитесь, братья и сестры, чувствуешь вот эту стену. Какая-то пауза такая давящая. И обычно два-три человека, уже таких дежурных молитвенников, помолились, а то и один. И для огромной церкви считается, что это нормально. Самое печальное, что многие из таковых христиан даже не понимают, что они молятся умом. И духовная жизнь в них только живет. И наше иногда прихождение в субботу, отдавание десятины, это просто иногда, знаете, внутреннее, это покрытие той вины перед Богом, которую мы где-то ощущаем. Но мы понимаем, что иногда с Богом что-то не то. С Богом нужно дружить. Они его боятся, какие-то ему долги отдавать. И вот часто, когда люди не понимают, что они с Богом не дружат, они хотят как-то эту вину неосознанно переложить на то, чтобы Богу, может быть, больше денег принести, еще что-то. Поэтому, что же такое духовная молитва? Ну, вообще, молитва – это индикатор Духа. Если мы хотим узнать, насколько мы возросли в духовности, все очень просто. Сколько мы времени проводим в молитве? Не в молитве, в общем, собрании, а в молитве, когда мы только на единстве Христова. Вы знаете, иногда нам кажется, что мы дали мир Христа. Что нам с Ним так хорошо. И что если бы нам только дать возможность со Христом остаться вдвоем, убрать детей, которые иногда мешают, работу, суету, все остальное. Нам показалось, мы со Христом готовы провести вечность. Сегодня Ира вспоминала о полевой школе. Полевая школа для многих из нас стала индикатором, насколько мы любим Христа. Потому что в полевой школе есть такая дисциплина – личное, общение, Бог. Вы знаете, личное общение с Богом иногда самое непопулярное у Христианства. И смотришь, личное общение начинается опять вдвоем, втроем, в пятером, в десятером. И отсюда мы со Христом иногда не можем пробыть очень долго. Потому что со Христом нам иногда нечего делать. Помолиться три-пять минут – нормально, без проблем. А помолиться часа два-три – побыть со Христом. И тут сразу понимаешь. И иногда, когда идет молитва, вот эта почасовая. Я помню, одна сестра делилась, говорит, на меня первый раз, когда мы разбили цепочную молитву, я понял, что мне нужно молиться час. И я промолилась пять минут, и была ужас. И думаю, что я буду делать дальше? Друзья мои, вот оно, что оказывается лежит не на поверхности. Поэтому молитва является нашим духовным показателем, потому что подобное тянется к подобному. Если действительно мы становимся подобные Христу, если мы действительно в нем все больше отражаемся, то нас и тянуть будет до Христу. Поэтому если у нас на Христа только пять минут, и мы не знаем, что мы будем делать дальше в течение часа, это показатель того, что уподобие Христа еще очень слабое. Не к чему тянуться. Мы тянемся к миру. Это ведь о том, что как бы мы себя не убеждали, что мы дети Божьи, что мы спасены. Знаете, убедить себя можно. В чем могу? Можно 25 раз повторять. 25 раз я читал такие книги, которые говорят, нужно повторять, что ты спасешь, что ты Детей Божьим. Я говорю, самовнушение – это великая сила. И может быть 25 раз в день это повторять, может быть через неделю я буду уверен, что я спасен. И я буду уверен, что я уже Детя Божьим. Но Христос мне предложит, давай часов посетим вдвоем. Хватит ли тебя, Дух, побыться вдвоем вдвоем. Поэтому молитвенный Дух – это когда я действительно… Это результат того, что Бог для меня становится другом. Вот что самое ценное для христианина – это с Богом подружиться. Это мы и скажем, у каждого из вас, у кого есть друзья, вы можете с ними провести неограниченное время. Если же это не трог, в официальной обстановке общаться мы долго не можем. Поэтому Бог и спрашивает каждого из нас, ты с собой в официальной обстановке общаешься, тогда тебе надолго не хватит. Или ты действительно со мной подружился. Вообще, проповедь называется так громко, да, для духовной молитвы. Но по сути, то, что я настроил в Священном Писании, в молитве только две дали. Первое – это просите. Это одно из условий для того, чтобы получить. Часто нам кажется, что Бог все делает на автомате. Иногда, наблюдая за собой и вообще за христианский мир, я понимаю, что мы в глубоком самообращении. Сестра, бывает, писала четко и ясно. Час без молитвы вы не можете чувствовать себя в безопасности. Иногда смотришь, как выходишь из дома, просишь благословения, и потом только благодаришь в конце дня, и весь день так мы пробываем, знаете, без молитвы. Мне кажется, что это не совсем правильно. Нам кажется, что Бог будет на автомате спасать, благословлять. Но Христос сказал, просите, и дано будет вам. Но Христос, Сын Божий, прежде чем выйти из дома, написано, проводило нам до ночи, для того, чтобы пообщаться с Отцом. Первое – просить. Второе – искать Царствие Божие. Часто в молитвах мы просим, дай работу, дай стипендию, дай то, дай это. Но вы знаете, у Кулакова есть хороший перевод известного текста. В Матфея он звучит так, просите же прежде Царствия Божьего, и правда его, все основное приложится вам. Кулакова переводит, не нравится, как он переводит. Просите же прежде Царствия Божьего, и правда его, все основное, Бог добавит вам. Как часто христиане просят усиленно в воду то, что добавит Бог, не просят о том, что самое главное, не ищут Царствие Божьего. Поэтому, я думаю, наши молитвы могут быть продолжительные в общении со Христом, не пятиминутные, а часовые, если мы начнем искать Царствие Божьего. Я вам скажу, это высший пивотаж. Искать Царствие Божьего в молитве. И сегодня мы разберемся, как же его искать. Псалом 41, давай, я думаю, из книги Псалма. И я думаю, здесь очень многое о дружбе с Богом, о поиске Царствия Божьего в молитве мы увидим. Псалом 41. Ну, я хочу начать с 9-го текста. Вы знаете, иногда адвентисты у нас немножко журят, что мы очень много говорим о делах, но мало, может, иногда говорим о вере. Но я все больше убеждаю, что теперь начинается с дела. Вы знаете, для Бога вообще не существует просто разлогольства ни о чем. Вот люди сейчас много говорят, вера, 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 вера. И так я думаю, вот Бог думает, о чем они вообще говорят. Вот Украина, христианская страна, ну, я так понимаю, здесь, в общем-то, больше золотых пополов, хотя в Крыму мы были, там очень много мечей. То есть христианская страна. И Бог смотрит, как вот люди, которые говорят о вере, все в сале, в креветках, в крабах, в раке, в раке, в пиве. Для Бога много загадок. И он смотрит на это, думает, о какой вере люди говорят. О какой раздовительности веры. И что такое вера вообще вера? Для Павла вера это так. Услышал, сделал. Вот Павел пишет. Мой услышал, что нужно построить мерчей, он ему построил. Абрам услышал, что нужно выйти из ура Халгейска, он вышел. Моисий услышал голос, что нужно Египет покидать. И он покинул Египет. Адвикисты услышали, что мясо это уже не пища в последнее время. И Бог говорит, продолжает есть. Тоже интересный вопрос. Знаете, я верил за Гамеевым и Кирковым. Бог говорит, давайте конкретно поговорим. О чем-нибудь. Поэтому я думаю, сыновья Камеевы начинается с того, что для Бога просто надо выделять время. Вот найти какое-то время. Смотрите, что написано. Откуда берется вот эта дружба? Вы знаете, и вы, наверное, чувствуете. Вот сегодня делились, я не помню, кто из сестер делился о том, что кого-то встретил через 10 лет. Дружбу ее нужно поддерживать. Потому что это то, что рождается каждый день. Поэтому для начала на Бога просто нужно начать выделять время. Я вам скажу, радость христианской жизни, она не придет просто так. В христианстве есть понятие первой любви, а есть понятие настоящей любви. Это не одно и то же. Это как между парнем и девушкой. Знаете, вот сначала восторженность, первый взгляд, все хорошо, эти воздух, цветы, но потом начинается вот эта рутинка небольшая, семейная жизнь, да? И вот тут цветы, восторги, все это сложно поддерживать. Так же христианство. Многие люди в этой правиле, первая любовь, впервые я узнал Христа, впервые я принял благодать. Хорошо, ура, аллилуйя! Но мы сегодня писали, читали, Павел Иванович пишет, а умеете ли вы постоянно в добрых делах поддерживать все это? Каждый день. И вот сыновья Кореевы пишут, как они поддерживают и воспламеняют дружбу с Господом. Девятый текст. Днем явит Господь милость свою, и ночью петь ему у меня. Человека пробудите в любое время суток. Он будет петь Господь. Братья и сестры, кто помолится? Как бы сыновья Кореевы, если бы пришли, что бы они сказали? И Господь сказал, Господь спросил, здесь есть у меня друзья? Я не говорю про вашу церковь. Вы знаете, у вашей церкви меня как раз опрошено. Я чувствую это тепло. Вот этого нет, знаете, барьера. Когда чувствую, что люди все делают умом, душа и дух очень прийти. У сыновья, у сыновей Кореева все было и умом, и всей душой, и всеми духом, и всей крепостью. Они говорят, Господь не являет днем милости, я за это ночью пою. Мы сегодня говорили, часто ли мы вспоминаем благодеяние Божьей. Любовь нужно поддерживать, дружбу нужно поддерживать. Один противился таким опытом, говорил, делаете для помазания. В одной семье была проблема. Серьезная была проблема со здоровьем. Пригласили его как пастор, он сделал делаете для помазания. Бог совершил чудо. Проблема ушла. Он говорит, но меня поразило, что люди как бы не поблагодарили только. Вот это меня поразило. Бог совершил чудо. И знаете, часто для нас эти чудеса становятся таким проходным моментом. И Бог говорит, отсюда теряется дружба. Отсюда теряется восторг. Ну дал Бог денег, ну дал. Ну прочитал я про десяти, но ответил. Ну ответил. Сыновья Кореевы говорят, днем Бог, я не уйдилась, я всю ночь не могу успокоиться. Вот она, дружба. Я заснуть не могу, Бог не милостей. А мы часто. Да, это случается. Да, это стечение обстоятельств. И Господь говорит, братья, все воскресенье. Днем яден Господь и милость свою ночью. Песь ему у меня молитва к Богу, жизнь моей. Для того, чтобы подружиться с Господом, нужно находить время. Нужно обстановку создавать. Почему нам часто не хочется молиться? Мы иногда не умеем создавать эту обстановку. И я когда читаю книгу «Желание веков», это чудесная книга. Где написано «Господь уходил в горы, в леса и не советского озера». Вот где Иисус искал обстановку. Мы сегодня читали, Павел пишет, что через рассматривание природы можно силу Божью видеть. Это чудесная дисциплина, в которой многие обретают вот это желание молиться, это прогулка с Богом. Это не просто молитва на коленях, где-то в углу, хотя и это хорошо. Это идти с Богом, радоваться природе и просто с Ним учиться общаться. И об этом тоже мы читаем в этом псалме. Еще, как подружиться с Богом? Как сделать, чтобы молитвы были постоянные, некратковременные? Научиться с Богом общаться, как с неофициальным лицом. Изливать Ему душу, обиды, иногда злобления на Бога изливать. Вот о чем пишет Библия. Как с Богом подружиться? Потому что иногда мы на Бога имеем обиду, какую-то расстроенность. Мы об этом рассказываем близких, но не Бог. Я поражаюсь, плачу Еремия. Еремия говорит, ты стал для меня, как ветвей в засаде. Это человек, пророк, говорит Богу. Ты стал, как леб, желающий меня поглотить. Вот откуда начинается лужа. Дружба не начинается с того, что у меня на сердце кипит, а я иду и улыбаюсь, говорю, что у меня все хорошо. Господи, все в порядке. Беликие, всемогущие, все сильные. Я все тебе сказал, что это еще надо. Дружба не начинается с официоза. Поэтому сыновья Кореевы, это тоже те, которые научились Богу душу. Если мы научимся Богу выливать душу, мы иногда будем молиться сутками, как молился Дэвид. Давид 7 дней, написано, лежал перед Господом. Почему он лежал? А потому что он сына терял. И для многих его соратников было непонятно, как можно так говориться. Потому что Давид научился, если я теряю сына, я буду лежать до тех пор, перед Богом Господи, пока ты его не поднимешь. Если ты его не поднял, возьмусь, я скажу, все, сына нет. Сыновья Кореевы умели издевать душу. Мы читаем, слезы мои были для меня хлебом. Христианин иногда слышит, благословенный христианин, это все, у которого христианином все хорошо. Для него проклятия закончились, Христос все проклятия разрубил и закончили. Мы с ним немножко поговорим, насколько скорбь важна для христианина. Потому что когда я слушаю, что христианин вообще не должен испытывать скорби, я вообще думаю, тогда надо бить безыгрывать, чтобы иногда сплошная скорбь. Зачем она нужна? Скорбь нужна, потому что иногда слезы становятся хлебными. Зачем Бог допускает в нашей жизни скорбь? Прежде всего не потому, что Он жестокий и хочет нам руки-ноги ломать, а потому что в слезах мы начинаем глубже думать. Христос не хочет, чтобы мы не думаем. Иногда, когда у нас хорошо, мы ни о чем не думаем, у нас хорошо. Иногда, когда у нас все хорошо, мы и о воле забываем, у нас все хорошо. Мы молимся от случая в случая в две-три минуты. Но когда приходят слезы, вот тут начинаются настоящие молитвы. Вот тут начинается настоящий поиск Бога. Поэтому, когда Бог видит, что Икутича в Своих хорошестях, в благословениях идет очень далеко, единственный метод – Бог начинает спасать через кольцо. И в 29-й главе в Иеремии Бог говорит, вы меня не нашли в Иерусалиме, найдете в Иерусалиме. И там вы найдете меня всем сердцем. Не потому, что я тебя, вас туда хотел загнать, а потому, что вы не можете найти. И я иногда поражаюсь, как 9 прокаженных, которых исцелил Христос, и Христос удивляется, как же они ни причине возблагодарили. Я думаю, не могла ли у Христа мелькнуть мысль, а зачем я их исцелил? Может быть, если бы не исцелял, может быть, они до сих пор хотели бы за мной. А так где? Иногда Бог не спешит нас исцелять только потому, что мы так, может быть, будем ходить за ним. И, может быть, так до Царствия Божия придает. Почему Бог говорит Павлу, тебе лучше остаться так, дорогой, в немощь, чем этой, потому что так ты доберешься до Царствия Божия. Поэтому сколько это один из рычагов в руках Божьих, чтобы удержать нас возле себя. Потому что Христос сказал, без меня не можете делать ничего. И вот для сыновей и калиниевых скорбь стала хлебом. Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили бы всякий день, где Бог стоит. Вспоминая об этом, избивая душу мою. В скорби, когда человек приходит скорбь, у него молитвы становятся другими. Поэтому почему Бог должен исцелять всех людьми, ночь? Бог говорит, если бы все с душой ко мне приходили, я бы всех исцелил. Но так иногда, чтобы душу избить человек, он только может скорбь. Когда в нем все хорошо, ничего не изливает. Поэтому сыновья и калиниевы говорят, почему слезы были хлебом? А потому что мы душу стали изливать. Потому что я ходил на гонюзле, вступал с ними в Дом Божий согласом радости и славословия празднующего Сонда. Человек просто Богу плачет. Он вспоминает те времена, когда он с друзьями ходил в храм Божий, радовался. И теперь эти времена закончились. Теперь этому человеку говорят, все, где твой Бог? И дальше продолжает изливать Господу душу. Скажу Богу, заступнику моему, для чего ты забыл меня? Этот человек не боится Богу задавать такие вопросы. Он не занимается самоуспокоением, что я Дитя Божие, я это, я то. Ты меня забыл. Мы надо говорим, Бог самый близкий друг. Самый близкий друг тот, которому можно сказать все на чистоту. Вообще книга Псалмова это величайшая книга. Исследовать ее можно изучить все правила, но все, что только есть. Скажу Богу, заступнику моему, для чего ты забыл меня? Для чего я седу и окажу от оскорблений врага? Мне как пастору, я вам скажу честно, не всегда я получаю радость от субботнего дня. Хотя в Писании написано, что субботний день должен быть отраду. Тогда это суббота духовная. Все остальное Бога, тогда так. Мучение плоти. Отбывание номера. Я думал, что раньше с этим делать, пока до меня не дошло. Что нужно просто с Богом открыто говорить. И я Богу открыто сказал, Господи, вот приближается суббота, не все субботы для меня радости. Потому что радость, когда пребываешь вдруг, вот в вашей цепи, вдруг не радость. Я думаю, что у Олега радость не вовсю. Потому что я не знаю ни ваших душ, ни ваших проблем, этих каких-то там подводных камней. Я прихожу тут радость. Но когда я выхожу в свои церкви в субботу на кафедру, я знаю, вот у этой сестры умирает ребенок. У этой сестры муж сидит в изоляторе взглядственно. У той еще какая-то проблема. А эта вообще сегодня не пришла. Я ее вчера посещал в тяжелом состоянии. Молили, чтобы пришла, а она не пришла. Поэтому вот это чувство ответственности, вот эта грусть, вот это переживание, оно иногда давит. Вот выходишь на эту карту, смотришь на этот зал, а как-то радости, знаете, тяжело ее обрести. И я Богу стал это открыто говорить, без милой души. Говорю, Господи, я пастор, я другим, говорю, радости, сам радости иногда не испытываю. Помоги, Господи. Говорю, как есть. Говорю, знаете, Бог дальше помогает. Потому что в Писании написано, Он был искушен во всем, Он и искушаемый может помочь. Поэтому мы не будем с Богом иметь официальных отношений, если просто мы с Ним будем говорить, как оно есть. Вот это Бог и хочет. И сыновья Кореевы говорят, для чего я седуя хожу от оскорблений врага. Как бы поражая кости мои, ругается надо мной враги мои, когда говорят мне всякие идеи. Где Бог твой? Тут все на чистоту. Если аллилуйя, так аллилуйя. Если осана, так осана. Если как не в богату, не в богату. И как в плачь и ремень, и ремень, и ты на меня не грей. В данную минуту ты на меня не грей. Давай будем что-то сделать. Поэтому роль скорби, она очень велика в том, чтобы подружиться. Даже в этом мире люди иногда в скорбях становятся вот такими. Не такими, как в радостях. Неспроста в этом мире есть, чтобы подружиться, будут совесть есть. Так и Господь говорит, в скорби мы начнем дружить. Поэтому за скорби Господа тоже надо было благодарить. Мы иногда спешим из них вырваться. Только заболел уже сразу записочка, исцели, исцели. Я читаю в Библии, в Псалмах, там немножко другая идея. Покажи, где конец долины смертных теней. И как мы выйдем вместе из этой карьеры. Исцеление – это процесс. Это поиск того, как выйти. Я так коснулся про мясо. Так улыбку увидел. Я к чему это все сказал? Я просто один опыт знаю одного человека, который говорил, «Реформа здоровья – это не для меня, я еще и подожду». А потом у него в жизни случается беда. Он получает травму тяжелую. Мы там проблемы, еще другие были, пострадали. И вот пастор, который его посетил, поделился первой мыслью. Когда он пришел, говорит, «Ты знаешь, я вдруг решил задуматься, ли его обозревать». А сколько надо говорить? Я милующий, я добрый. Но моя милость должна вести к каким-то действиям. У Бога все начинается с милости, заканчивается судом, справедливостью. Милость Божия не бывает бесконечной. Бог милует грешника не для того, чтобы грешник остался грешником. Он милует для того, чтобы грешник надумался. Мы сегодня читали именно во второй главе, где Павел пишет, «Ты же грешник, и пойми, что благость и милость Божья, долгокерпение тебе доно для того, чтобы ты признал и покаялся». Если человек не признает и не покаялся, для него уступает суд. И тогда от Содома и Амори не остается ничего. У Бога есть и то, но Христос говорит, «Вы и о том не забывайте». Поэтому Павел пишет, когда мы приходим на вечер, и часто мы уходим осужденными, и от этого немало из нас болеет, они мало умирают, потому что мы не размышляем, что делать. Поэтому Бог для того, чтобы не судить нас миром, часто судит нас в этой жизни. И вот человек говорит, «Ты знаешь, я теперь задумался, может быть, в этой реформе здоровья что-то есть?» Я помню, как-то один человек сказал, «Не наш, не адвентист, но ведь не нравится ваша реформа здоровья, это сила». В Америке, кстати, адвентисты, внесенные вообще в мире, адвентисты являются одной из четырех наций, BBC так называют. Есть четыре нации в BBC, есть фильм такой, выпустил от долгожителя. Хунцы там, еще какие-то, в гараже мыть люди. И адвентисты седьмого дня. BBC это назвало как народ долгожительный. И там показывают лома линду, бабушка в сто лет сдает нам права на машину. И даже BBC поражается. Что это за адвентисты в сто лет еще на машину сдали права? Смотрите, что у нас есть. А мы еще думаем принимать, ведь они не принимают. Бог говорит, мы иногда будем с посадочкой скорби. Я переживаю, я многих адвентистов, которые, знаете, так на благость почву еще говорят, там еще потянем. Потому что многих я потом, когда веду в скорби, и когда они начинают думать, то вопрос, почему не думать раньше? Когда народ израильский попал во его мозг, ни храма, ничего нет, и плетка я тебя, как раба воспитывает. Бог говорит, почему раньше не думали? Когда еще милого? И языки прибегает на эту реку Хавару, на священник, ни храма, ничего нет. Где оно? Бог на Кабиспийце приезжает, говорит, хочешь храм увидеть? Поехали, покажу. Ты видишь там людей, которые от солнца стоят, увидишь ящериц на стенах, все видишь. Я миловал четыреста лет. Это все. Теперь извини. Теперь все. Теперь придется пройти школу. Из этой школы выйдете другими. Поэтому скорбь, эта школа в руках Господа. Бог говорит, не хотите по-хорошему, буду спасать. По-другому. Поэтому сыновья Кореевы это поняли и сказали, слезы это для нас хлеб. Духовный человек, он принимает с благодарностью и хорошее, и плохое. Потому что он понимает, что все по воле Господа, если Бог это допустил, то нужно задать первый вопрос. Зачем? Почему? И я очень обрадовался, когда видел, что будет пост в среду. Я так понимаю, что пост это как раз то время, когда хотя там была тема такая молиться о комнате, но если прочитать Исаии 58-го, то пост он отправлен на то, чтобы молиться прежде всего себе. Насколько я поднимаю перст, насколько я воскрепительна, насколько я в мире совсем, насколько я голодных пригласил в дом, насколько разрушил я мол. Бог говорит, если ты эти вопросы порешаешь, что ты дальше хочешь? Проси. Все с тобой пойдет. Исцеление возрастет. Развалины будут застроены. Девочке, о которой мы молимся, все будет в порядке. Я вам предложу ее. Если вы найдете царствие от Можи. Если вы найдете товары девочек, то помните. Если царствия от Можи нету, Христос говорит, можете пропаститься. Вот. Ничего не получится. Пост это не голодовка. Это одно из средств остаться один на один совести. Без газеты. Не только без еды. Иногда думаешь, что пост это не голодовка. Нет. Без интернета, без сил. Без машины, без несил. Я и Христос. Потому что пост главное, Бог хочет достучаться до нас. Он хочет нам что-то сказать. Вы знаете, там в Исаии 58 главе интересная идея. Бог говорит, они каждый день вопрошают горе моего. Я кричу. Вас не удивляет. Люди просят. Господи, скажи нам, что вы будете. Бог говорит, так я уже кричу. А Исаия говорит, а ты как труба теперь кричи. Но они ничего что? Не слышат. Смотрите, что может в посте произойти. Я спрашиваю, молю. Бог кричит, а я его не слышу. Почему? А потому что у меня в голове какая воля? Моя. Пост это средство освобождаться от своей воли. Что Бог говорит, если ты пришел поститься, у тебя в голове уже своя воля, своим же план молитвы, что ты будешь просить. Иногда слушаешь, человек молится и понимаешь, что он уже все за Бога решит. Осталось только сказать, Господи, я тебе поставлю печать. Воюлью Иисуса Христа. Поэтому сыновья Кореевы, они учились искать Божью Богу. Поэтому молитва будет не пятиминутная, когда мы будем приходить не Бога, а что он проупрашивать. Ну, упрашивать действительно, чашечки будешь упрашивать. Нормально. Упрашивать можно только пять минут, а что делать дальше, как сестра спаси? А дальше эту Божью морю искать. И Божье море ищется в Писании. Почему? В молитве, в такой. Главное открыть Писание. Потому что Вайт пишет, вот эта книга, это такой же голос Божий, как если бы Бог говорил рядом с вами. Ну, если так нашим языком, говоришь, мегафон. Вот эта книга. Поэтому, когда я молюсь Богом как с другом, и не только Ему задаю вопросы, я начинаю листать эту книгу, начинаю листать дух пророческий, начинаю размышлять, начинаю слушать братьев и сестер, вот это общение очень хорошо, глупо, начинаю обстоятельства исследовать, как Господь меня вел, если Он меня как вел, так значит дальше проведет. И тут оно приходит, вот это разорение, когда ты четко начинаешь понимать. Даже то, о чем Бог желает, чтобы ты молился. Не просто молиться, загори. Загори, действительно, больше пяти минут и не помолиться. Если ты уже решил помолиться, то думаешь, ну что, еще раз повторить, о чем помолиться. А вот когда ты, вот в этих отношениях с Богом, глубоких, когда ты молишься не в суете, не на ходу, а то и вообще не молишься, а когда ты научился вот этому поиску, вдруг начинает приходить в мысли, как Павел говорит, Дух Святой начинает тебе молиться. Он тебе вдруг начинает посылать, о чем же просить за сестер. Какая там проблема внутренняя, которую Бог хочет прежде всего решить, для того, чтобы потом решить все остальное. Я помню, у нас была одна сестра, которая вот действительно в таких отношениях с Богом достигла такой высоты, что она, конечно, не постоянно, нельзя сказать, что она там уже была вообще, даже пророки, даже Исаия перечисляют откровения от Бога, там перечисляют даже царей, при которых это было. Но эта сестра в этих отношениях постоянных с Богом достигла такого состояния, что когда ее просили о ком-то молиться, она просила, и Бог подсказывал, о чем молиться. А иногда просто подсказывал, о ком молиться. И она рассказывает, бывало ночью я просыпаюсь, и вот не четко приходит такая мышь, но и у этого человека сейчас беда молись. Я молюсь. Потом приходит утро, звоню, а тот человек говорит, ты знаешь, да, я уже прощался с жизнью ночью, и вдруг мне стало легче. Вот Бог очень критих отношений. И в таких отношениях уже не будет молиться сухих, трехминутных, десятиминутных. Тогда мы сможем, как сыновья корнил, и сказать, как лай желает к потокам воды, так желает душа моя к тебе больше. Я научился с тобой говорить на чистоту, я научился тебе задавать в момент его прозвищу, дать ответов, хотя ответы иногда приходится ждать, может быть, ага, но я научился вот этой молитвенной тишине, я научился уходить в эту тишину, из этой судьбы этого города, из этого кошмара. Вы знаете, чем больше город, тем кошмар, тем тяжелым. Но надо доходить. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и вернусь при лицо Божие. Для этих людей, для сынов Мариевых, встреча с Господом это уже стало счастьем. Вы знаете, я такое счастье стал переживать, когда нашел камень за Христом. Я уже рассказывал, но еще раз расскажу. Просто, ну я нашел камень в этой суете городской, нашел такое место, где летка что проходит, я думаю, как его можно найти. И вот это для меня такое, и там камень. Вот я сажусь на этот камень, и мы начинаем с Христом беседовать. Для меня такое счастье. Я не всегда могу до этого камня подержать, он у меня не во дворе, до него надо еще дойти до этого камня. Но когда у меня страшная проблема, когда я что-то бегу к этому камню, говорю, Господи, давай встретимся на этот камень. Давай по-другому, по-другому. Ты видишь, у меня еще шок. И вот садимся на этот камень, и начинаем с Христом говорить. И уже уходишь оттуда другим. И сыновья Кореева это переживание пишет о жажду, когда моя душа придет, придется. Пусть это камень будет, я не знаю, скамейка, где-то что-то, какое-то место. И действительно мы знаем, что на этом месте я могу сидеть, и на них я не буду отвлекать. Не будет ли святый? Будет я и Христос. И тогда формализм умирает. Тогда действительно рождается убывание, рождается опыт. И тогда действительно очищается сердце. Тогда мы начинаем понимать, что молитва это действительно радость. Еще что очень важно в 41-м саму я для себя увидел, это исповедание веры. Основанное и на опытах. Шестой текст. Что унываешь ты, душа моя, что смущаешься, уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Видите, у человека как бы разбоение, на душе тяж. Душа уныла. Но он помнит путь с Господом, он помнит, что Бог его спасал. Вот почему дух пророческий, это ценный источник духовности. Для меня лично. Я не знаю, к сожалению, как-то вот мальчизм в последнее время, не для всех, к сожалению, даже когда я слушал речь Теда Виксона, которую избрали в Казинетном, он там обратил внимание, понимая, что это становится иногда проблемой многих мировых христиан. Для меня дух пророческий, это продолжение, беда. Меня там поразила одна фраза, где она пишет, если вам не смертельно больно, если вам кажется, что Бог воспринял во тьму, напрягитесь и вспомните, когда в последний момент, последний момент, когда у вас с Богом был локоть, и когда вы вели в свете, она пишет, что вас это спасет. Действительно, бывают ситуации, когда тьма. Иов, все хорошо, потом раз, третья глава, Иов говорит, проклят тот день, как нами родился. Вот это разговор с Богом, да, открытый. Иов говорит, если ты говоришь, что это свет, день, который родился, это тьма. А Иеремия говорит, я просил у тебя света, довел меня во тьму, плащ Иеремии. Вот это разговор. Тьма, пророки ничего не верят. Но вдруг Иов говорит, 12-й главе, говорит, ну я помню, как он мне отвечал. И я надеюсь. Как важно, когда тьма, и кажется, что Бога, я дам не вспомнить, когда он в последний раз был с тобой. И это даст возможность зацепиться. Поэтому, седая Корееву, и говорят, душа унывает, она стонет, но мы помним, как ты спасал. И в плаче Иеремии, там есть интересное место, когда Иеремия говорит, ты лев для меня в засаде. Но потом потихонечку он начинает выходить, и потом наш памятный тес был в субботней школе. А я отвечаю сердцу моему, что милость его не исчезает. Потому что я помню, я вспомню, что эта милость была. Сейчас тьма, сейчас ты лев для меня. Но я помню, когда ты был другом, и я начинаю за это решаться. Это, дорогие братья и сестры, что я хотел сегодня открыть вот из этого 41-го псалма. То, что из них открылось. Нам очень нужно молиться. Неформально. Не заставлять себя. Если мы еще заставляем себя молиться, мы еще с вам не подружились. Если бы я заставлял себя общаться с Романом, это что бы он с женой сыграл. Что бы про меня сказать? Я бы сказал, знаете, что, друзья, не так не хочется с ним общаться. Но она наша не жена. Надо бы идти. Поэтому вы мне извините. Помолитесь за меня. Что бы он еще задумал. Посиди с ней хотя бы 15 минут. Если бы Ира это узнала, что бы она про меня сказала? Она сказала, знаешь, милые мои, что-то у нас не получилось. Вот так и мы. Когда нам говорят, цепочная молитва, нужно часто молиться, а человек в ужасе думает, ну 5 минут, а что я дальше буду делать? А дальше просто нужно с Богом говорить. Убрать весь официоз, все просьбы, все там запланированные образы. Открыть Библию и просто говорить. Если Бог в данный момент для меня медведь сказал, а ты для меня медведь. Я ничего не понимаю. Меня колотит что-то со всех сторон. Как один брат говорил. Такое впечатление, что вообще все перевернулось. Колотит и колотит. Я ничего не понимаю. Ты мне объясни хоть что-то. И Бог говорит, тогда я заговорю. И тогда я дам тебе радость такую от молитвы, когда ты на молитву будешь спешить заклад. Если этого еще нет, надо признать счет. Если мы еще не жаждем Господа, еще Христос не мой жених. Вот чем вопрос. Сколько я вам не говорю, что я дитя порчу, убеждал бы себя, там самоубеждение бы начиналось. Но если я Романа не скажу, знаешь, не дай противно и не угадать, смотри. Но просто мы когда-то кольцами поменялись, у меня есть долг. Ну надо с тобой кашлять, все остальное. Бог говорит, давайте от Бога перейдем на дружину. Давайте уберем всю эту накидь, все это официозно. Давайте просто вот так начнем общаться. Я вам через слово, вы ко мне через сердце. Бог говорит, тогда произойдет чудо, вы будете ко мне спешить. Прежде чем спешить на работу, Бог говорит, вы будете бежать ко мне. Какая-то проблема, у вас будете к друзьям бежать, будете бежать ко мне. Вы будете дорожить тем временем, которое будет у вас и со мной. И тогда вместе с сыновьями, кореевым, мы все скажем, и я этого хочу, я на этом мечтаю, друзья мои, это пробуют на меня. Я тоже человек, который нуждается, чтобы Господь стал тем, о ком я жажаю. Они просто слушают, потому что так надо, потому что я это, кто это, кто это, кто это, чего это так произошло, и я поставил на это место. Как лад желает к потокам воды, так желает душа моя к тебе, Божьей. Жаждет душа моя к Богу, крепкому, живому, когда прийду и явлюсь пред лицо Божьим. Слезы мои были для меня хлебом, дни и ночь, когда говорили мне всякий день, где Бог твой. Вспоминая об этом, изливая душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в Дом Божий, согласом радости и славословия празднующего сон. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповая на Бога, ибо я буду еще славить Его, спасителя моего и Бога моего. Унывает во мне душа моя, посему я вспоминаю о тебе, с земли Иорданской, с Хермона, с горы Цаар. Бездна, бездна призывает, голосом водопада твоих, все воды твои, волны твои прошли надо мною. Днем я, как Господь, милость своими ночью, без Ему у меня молитва к Богу жизни моей. Скажу Богу, заступнику моему, для чего ты забыл меня? Для чего я седу и охожу от оскорблений врага? Как бы поражая кости мои, ругаются над мною враги мои, когда говорят мне всякий день, где Бог твой? Что у них унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповая на Бога, ибо я буду еще славить Его, спасителя моего и Бога моего. Когда действительно мы повернемся с Господом, у нас идет вот этот эффект, когда мы становимся, и такое тяжелое молчание тоже помолится. И потом брату говорю, ты брат помолится, сестра первая сказала, пусть она помолится. Это тяжелый эффект. И Господь благословит, чтобы все было по-другому. Кто помолится? Я, 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 потому что Христос мой друг, это ладь, я желаю быть с Ним. Вот оно, христианство, вот они, дети Божьи, те. Дети Божьи, это те, которые хорошо с Отцом. Которые не отрабатывают номер, а которым действительно хорошо. Что унываешь, и душа моя, еще смущайся. Уповая на Бога, я буду еще славить Его, спасителем моего и Бога моего. В заключение, один пример, откуда приходит эта жажда. Есть чудесная книга писателя Лескова, русского, писателя, классика. Всем рекомендую прочитать сказания о Божьих людях. Это сила. И там у него есть такое повествование на краю севера, как в далекую из Сибирь, из Петербурга прислали архиерея, архиепископ. И первый вопрос этот архиерей задал, как тут тунгусов крестят, много ли накрести? И там один вышел человек, говорит, крещу, молодец. А на одного там ячка Кирьякова вызвали. Говорят, а вот это не кого не хочешь крестить. А теперь его вызвали, что такое? Он говорит, батюшка, нельзя их крестить. Давайте сядем в саночки, поедем, посмотрим, что там у этих тунгусов делается. А потом ты, батюшка, видишь разницу между крещенным тунгусом и не крещенным. И не крещеный тунгус, лучше крещеный. Отриблено вторая, а ну, а не где здесь? Ну, там длинная история, очень сильная повесть. Короче, архиеписк согласился. Садятся они в саночки к крещеному тунгусу. Хотя Кирьяк говорил, батюшка, не садись. Ну, ладно, сели. Наступила пурга, и архиеписк видит, что не туда тунгус везет. И архиеписк становится страшноватый. Архиеписк говорит, вот только доберусь до места, зайду, значит, под купол и поморюсь. А Кирьяк говорит, батюшка, а я уже Христосику с самого начала молюсь. Есть разница? И архиеписк потом Кирьяку поставил памятник. Когда он умер, он приказал самый большой крест поставить, написать, но не лучше. Как часто Христу мы думаем еще через два часа доедем и помолимся. Сына, я Киреевы говорят, а моя снижение может изменить. Я Господом могу себе постараться. Пусть Господь даст именно нам такой дух молитвы. именно откроет вот эту тайну Господь наш Друг и в плаче, и в радости, и в слезах, и в победах. Айминь. Айминь.